Привет! Все вы хорошо знакомы с компанией «АвтоСтронг». А теперь познакомьтесь с нашим мотобрендом «МотоСтронг». Мы сами привозим и выбираем мотоциклы из Европы, отдаём предпочтение байкам с минимальным пробегом, без аварийного прошлого и в отличном состоянии. Все наши мотоциклы готовы к поездкам и любым проверкам. Нужен чёткий мотоцикл? Айда в «МотоСтронг». Ссылочки и контакты в описании. Привет! Какие модели вы вспоминаете при упоминании марки Chevrolet? Пикап Silverado, Muscle Car Camaro, либо же молниеносный Corvette? Для многих Chevrolet мечты был Cruze. Многим удалось эту мечту воплотить. Вы на канале «АвтоСтронг». Прямо сейчас мы расскажем, стоит ли грезить о Chevrolet Cruze с пробегом на сегодняшний день. Поехали. Chevrolet Cruze мощно ворвался на наши рынки из небытия. Ведь марка Chevrolet была известна откровенно бюджетными моделями, которые были сделаны на базе старых Opel и ещё каких-то корейских четырёхколёсных повозок. Несмотря на американский бренд, эта машина была разработана корейским офисом General Motors на платформе Delta 2, к которой приложили руку инженеры Opel. Астраджей – очень близкий родственник Chevrolet Cruze. Но Cruze был послан компанией General Motors дальше. Буквально по всему миру его производство наладили на десятках заводов, которые находились в США, Австралии, Китае, Казахстане и на нескольких площадках в Европе. В общем, это действительно глобальный продукт, который улучшил финансовое состояние General Motors. Хотите узнать, надёжен ли этот продукт? Сейчас обо всём расскажем. За кузов Chevrolet Cruze можно не переживать – не ржавеет. Однако краска легко откалывается под воздействием мелких камушков, а также может откалываться на стыке кузовных деталей и бамперов. Образующиеся кратеры и от пескоструйные поверхности на кромках и на порогах долго не ржавеют. Естественно, если машина не попадала в ДТП. Кнопка замка багажника мрёт как муха из-за того, что наружный кожух-колпачок плохо уплотнён по периметру. Бывалые владельцы уже покупают жменю этих кнопок неоригинальных и меняют по мере утраты работоспособности. Мало кому удавалось и удалось её хорошо уплотнить. Многие владельцы добавили кнопку отпирания багажника в салон, чтобы не мучиться с открытием багажника после внезапной кончины этой кнопки. Довольно распространённая болячка Chevrolet Cruze – это привод заслонки, который отвечает за смешивание холодного и горячего воздуха. Ушки на тягах заслонки ломаются и заслонка остаётся без привода. При этом холодный и горячий воздух не смешивается. Можешь парить либо горячий воздух, либо холодный. Это значит, что заслонка осталась в каком-то крайнем положении. Эта неприятность случалась на крузах при пробеге после 100 000 км. Владельцы покупали новые дорогущие тяги рычажного привода, но оказалось, что они тоже ломаются, то есть ломаются их ушки. Поэтому умельцы сооружают стальные тяги и приклеивают их поверх пластиковых с обломанными ушками. Добраться до привода заслонки можно снять обшивку передней панели, она находится снизу со стороны водителя. Для этого надо будет снять воздуховод и пропилить отверстие в коробе, в котором находится заслонка. Если зимой обмерзают и не высыхают нижние части окон, то это не болезнь, а особенность, потому что боковые дефлекторы слабо обдувают окна. А ещё в Круз недолго живёт датчик уровня топлива. Он просто начинает врать. Причём врать он начинает, когда уровень топлива в баке меньше половины. Иногда стрелка вообще может завалиться к нулю. При этом возникает ошибка. Это происходит из-за того, что в датчике протираются дорожки потенциометра. Датчик нужно поменять на новый, но для этого надо снять бак, потому что никакого отверстия сзади в кузове не предусмотрено. Бак снимается довольно легко, и некоторые владельцы делают отверстия сзади в кузове, потому что датчик и топливный насос находятся сразу под задним сидением по центру. А если в баке осталась примерно треть запаса топлива, и при этом при торможении или при ускорении стрелка датчика топлива сильно начинает отклоняться, а потом возвращается вновь на место, то это верный признак того, что в баке начали плавать свободно перегородки. Перегородки есть в любом баке. Они нужны для того, чтобы топливо не создавало волну. Перегородки в баке крузопластиковые, установлены в распор и держатся на силе пружин. Иногда волна топливная их сбивает. Можно обратить внимание на шум при резком ускорении и замедлении под задним диваном. Это клацают перегородки, а стенки бака. Их можно и нужно установить на место, для этого надо снять бак, а доступ в бак можно получить, сняв бензонасос. Подогрев сидений можно тоже отнести к частым поломкам. Маты стоят по 35 долларов, легко меняются, а обшивка очень легко снимается. Chevrolet Cruze, будучи глобальной моделью, имеет широкий спектр двигателей. Есть в даже гамме моторов несколько дизельных, но вы вряд ли встретите их на наших дорогах. В основном на наших дорогах встречаются бензиновые двигатели, поэтому сейчас мы о них подробнее и поговорим. Базовый двигатель для Chevrolet Cruze – это старый слабосильный атмосферник объемом 1.6, который был создан на базе мотора Opel Z16XE. F16D3 достался Cruze от Lachetti. Это неплохой мотор, но он с годами склонен течь маслом по всевозможным уплотнениям – от клапанной крышки до прокладки поддона. А клапан EGR, а именно перенаправляемые им отработавшие газы и пары масла из ВКГ, могут толстой корочкой покрыть стержни клапанов. Клапаны начинают подвисать, из-за этого происходят непонятные пропуски зажигания, а диагностика выявляет низкую компрессию в цилиндрах. Эта же смесь засоряет дроссельную заслонку, затем обороты двигателя начинают плавать вплоть до полной остановки. Старший и, наверное, самый распространённый двигатель Chevrolet Cruze – это атмосферник объёмом 1.8. Этот двигатель был доступен на протяжении всего выпуска первого поколения. Значит, у него есть брат-близнец. Двигатель объёмом 1.6. Этот 1.6 заменил старый мотор объёмом 1.6 после рестайлинга. Всё, что будет сказано про мотор 1.8, касается и 1.6-литрового. Итак, этот двигатель – детища инженеров компании Opel. У него ременной привод ГРМ, два фазовращателя, гидрокомпенсаторов нет и у него есть пару слабых мест. Во-первых, это масляный теплообменник, который представляет из себя алюминиевый короб. Этот короб находится возле стакана масляного фильтра и прикручен к блоку цилиндров. Оттуда в него поступает масло и антифриз. Так вот, когда уплотнения этих контуров рассыхаются, то тогда масло смешивается с антифризом. Иногда бывает течь жидкостей наружу. Это происходит каждые 120-150 тысяч километров. Масляная эмульсия появляется в расширительном бачке. Масло разъедает патрубки системы охлаждения, поэтому уплотнение теплообменника надо менять заранее. Хотя есть и другое решение. Умельцы с позволения владельцев заваривают теплообменник и пускают масло к стакану масляного фильтра по отдельной трубке. Тогда контуры охлаждения и масла навсегда разделены. Но масло тогда не охлаждается. Но, вроде бы кто так сделал, у них нет проблем с кипячением фильтра, либо же других проблем из-за нагрева масла. Но быстро деградирующее масло может привести к провороту вкладышей. Тут обязательно отметим, что штатный термостат этого мотора управляемый и открывается при температуре 105 градусов. Умельцы устанавливают пассивный термостат с температурой открытия 92 градуса. Для этого надо изменить прошивку ВБУ и убрать функцию управления термостатом, чтобы не горела ошибка, а затем изменить температуру включения вентиляторов со штатных 108 градусов до 98. Еще на этом моторе со временем забарахлит фазовращатель выпускного распредвала, появится чек-энжин и ошибка P0011. Дело в том, что фазовращатель влетит в копеечку, и поэтому для своего успокоения перед заменой просто поменяйте местами управляющие клапаны фазовращателя. Если ничего не изменится, то значит фазовращатель устал и требует замены. Кстати, если ошибки по фазорегулированию появились после замены ремня ГРЭМ, то, скорее всего, в процессе работы был поврежден задающий диск датчика положения распредвала. Другие мелкие пакости этого 1,8-литрового двигателя – это текущее масло из-под клапанной крышки, также лопнувшая мембрана системы вентиляции картерных газов, которые находятся в этой же крышке, а также пробитые изоляторы модульной катушки зажигания, а также рассыхающиеся патрубки, в том числе для охлаждения дросселя и, что бывает довольно редко. Пробитая прокладка масляного насоса, из-за которой масло тоже попадает в контур охлаждения. Добавим, что в 1,8-литровом моторе бывают случаи разрушения поршней. Их юбки буквально отваливаются. Также рассыпаются перегородки между поршнями. Такое случается на моторах, которые эксплуатируются на газе, а также единожды заправленные хреновым бензином. Также это случается на моторах, которые плохо обслуживают. И чтобы вас совсем напугать, а точнее предупредить, была на вот этих моторах проблема с перетиранием трубки, которая подает бензин в топливную рампу. Трубка перетиралась близко к штуцеру, подключаемому к топливной рампе. Это заканчивалось вытеканием бензина, появлением запаха, а иногда приводило даже к пожару под капотом Chevrolet Cruze. И эта проблема была характерна для ранних крузов. Дилеры меняли эту трубку на улучшенную. Единственный встречающийся у нас турбомотор на крузах – это двигатель 1.4 Turbo от Opel. В принципе, неплохой мотор, который лишился недостатков. У нас, на канале есть его подробнейший обзор. Его цепь ГРМ тоже не проще потечь маслом. Ходит 120-150 тысяч километров. Также хороший масляный сервис продлит жизнь его турбине. У него мудрёная система вентиляции картера, подсосы в которой могут сбить с толку и направить в сторону лямбда-зонда. В принципе, всё, что надо, вы найдёте в нашем подробнейшем обзоре. В природе встречаются дизельные Chevrolet Cruze, но у нас они редки, как динозавры. А в Европе Cruze был доступен с 2-литровым турбодизелем. Сначала это был мотор WM-Matori, который собирали по лицензии в Корее, а затем его заменили на совместную разработку с компанией Fiat. Вот на первый двигатель, который известен по Chevrolet Coptiva, на нашем канале есть подробнейший обзор. Пятиступенчатая МКПП D16, которая составляла пару бензиновым атмосферным мотором, стара и сделана как-то неказисто, потому что ещё на новых возникал люфт дифференциала, который можно убрать регулировочной гайкой. Из-за люфта в дифференциале возникают щелчки при трогании, а также гул во время движения. При замене масла в этой механике снимается поддончик и становится видна главная передача и шестерня дифференциала. Во многих случаях сателлиты выглядят очень поношенными, а иногда износ заканчивается обламыванием оси сателлитов. Вообще, складывается такое впечатление, что дифференциал на этой коробке на заводе регулировался наугад, потому что у некоторых МКПП D16 ходит несколько сотен тысяч километров, а некоторые меняли её в гарантийный период. Ещё в этой трансмиссии присутствует люфт полуосей, который без творческого ремонта устранить очень сложно. А этот люфт приводит к тому, что сальники полуосей начинают пропускать масло. Сколько сальники не меняй, течь всё равно возобновится. Люфт присутствует в шлицевом соединении полуосей и их шестернях. Умельцы вытачивали втулки, уплотняющие посадку полуосей. А вот если передачи начали включаться туго, и рычаг начинает клинить, и его невозможно выдернуть из какой-то передачи, то проблема в фиксаторе выбранной передачи. Этот фиксатор находится в механизме выбора передач на самой трансмиссии. Этот фиксатор можно поменять отдельно. Также внимание ласки и смазки требуют тросы от кулисы до механизма выбора передач. Да и сама кулиса в целом, а именно её пластиковое яблоко. Не жалейте смазки, это защитит пластик от износа и предотвратит люфт кулисы. С 1,4-литровым турбомотором установлена механика шестиступенчатая М32. Она приятнее и надёжнее, чем пятиступка, но тоже не без греха. Замена масла предотвратит её преждевременный износ. У нас, кстати, на канале есть подробнейший обзор разбора этой трансмиссии. Двухпедальные Chevrolet Cruze получили автоматы 6T30 и 6T40. Эти трансмиссии были сильно облегчены, и их конструкция оказалась слабой, поэтому они рассыпались и ломались уже к пробегу в 30 тысяч километров. Их конструкция постоянно улучшалась, и говорить о какой-то надёжности можно уже с 2014 года. И то если владелец установил самостоятельно дополнительный радиатор охлаждения. Заводской радиатор охлаждения появился к 2014 году. И то там есть термостат, который может предательски заклинить, и тогда автомат размолотит себя изнутри из-за срыва стопорного кольца и распадания одного из барабанов сцеплений. Автоматы 6T30 и 6T40 очень чувствительны к частоте АТФ. Менять её надо каждые 30 тысяч километров. Кстати, уровень АТФ можно измерить моторным щупом. Для этого на корпусе есть пластиковая заглушка, вынимаете её и вставляете туда щуп. Эти американские трансмиссии недороги и не сложны в ремонте. Некоторые умельцы успешно их перебирают у себя в гараже, но если пострадал гидроблок, то о дешевизне ремонта можно просто забыть. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. И у нас отличная новость. Теперь вы можете в Автостронге приобрести не только очень качественные б.у. запчасти, но и новые запчасти. Поэтому обязательно звоните, пишите в мессенджеры и заходите на наш сайт. Ну что, мы на СТО и продолжаем. На Chevrolet Cruze с бензиновыми двигателями установлен слабенький насос гидроусилителя. Он выходит из строя быстро и драматично. Сначала исчезает усиление на холостых оборотах и не появляется, пока водитель не добавит оборотов. Затем появляется гул и большое количество стружки в гидравлике, которая прикончит и без того слабенький насос гидроусилителя. Если просто заменить насос на новый, оригинал обойдется 160 долларов, то и он заводит и перестанет качать через несколько дней. Дело в том, что перед установкой нового насоса надо промыть всю гидравлику от бачка до рулевой рейки. Затем лучше поставить совершенно другой насос. Насосы ГУРа от Lachete и Chevrolet Niva устанавливаются сюда с небольшими доработками, но служат гораздо дольше. Вообще, насос ГУРа у Cruze скрепил, будучи новым и исправным. Также все шланги гидравлической линии крепили через комуты с демпферами или просто добавляли к ним кусочки резины от шинной камеры. Иногда ГУЛ удавалось победить с заменой жидкости гидроусилителя, бачка и пары трубок. В Chevrolet Cruze достались бряцающие тормозные суппорты. Дело в том, что с завода зазор между направляющими пальцами и скобами слишком большой. И когда смазка там подсыхает, подвижная скоба начинает болтаться вместе с направляющими. Получается стук, звон при наезде на неровности. Со временем все становится хуже, так как пальцы разбиваются, зазор увеличивается. Это не признавали гарантийным случаем. Вдобавок, из-за болтающихся суппортов и колодок в них, скорость износа тормозных дисков увеличивается в разы. Владельцы и СТО спасались как могли. Набивали отверстия под направляющие смазкой, также вытачивали направляющие втулки чуть увеличенного диаметра. Но есть и еще способы, но менее действенные. Добавляют пружинки, стягивающие скобы, вставляют уплотнители. Подвеска у Chevrolet Cruze как у бюджетника. Спереди стойки McPherson от Astra J. Сзади обычная балка. Ресурс и неприхотливость у подвески Chevrolet Cruze имеются. Передние рычаги по оригиналу алюминиевые. Шаровая опора отдельно не продается, поэтому придется выложить за рычаг в сборе 260 долларов. Задние сайлентблоки продаются по оригиналу по 60 долларов штука. Тяги стабилизатора пластиковые по оригиналу стоят 26 долларов. Ступичные подшипники всех колес объединены со ступицами. Соответственно, за передние придется отдать за оригинал 500 долларов, либо же 200 за брендовый заменитель. Цены на задней ступице тоже не особо радуют. В задней подвеске два сайлентблока в балке. Оригинал обойдется 60 долларов. Chevrolet Cruze собирает от владельцев больше лайков, нежели дизлайков. Он сделан просто. Этакий бюджетник C-класса со здоровенным салоном, крепким кузовом и не очень сложными моторами. Благодаря нашему обзору сегодня вы узнали, за какими вещами и мелочами надо присматривать. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк, поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».